Привет, друзья! Я Александр Беляк, и мы продолжаем читать книгу «Псалтырь», и сегодня у нас восьмой псалом. Апостол Павел в своем послании к Тимофею говорит, что все Писание богодухновенно и полезно. Я смело могу сказать на это «да» и «аминь». 27 лет я уже читаю Слово Божье. Я невероятно благодарен, что Бог дал нам этот подарок в качестве Библии, и мы можем обращаться к этому Слову снова и снова. Мы меняемся, Слово Божье остается статично, но каждый раз оно воздействует на нас по-разному. Поэтому, когда мы читаем Слово Божье, безусловно, очевидна его полезность для нас. Но, конечно же, Слово Божье становится еще более полезнее, когда мы применяем его. Потому что, пожалуй, если не применять, то, может быть, даже оно и останется бесполезным. Потому я вдохновляю вас, друзья, чтобы вы читали Слово Божье, размышляли над Ним, размышляли ровно столько, сколько нужно для того, чтобы применять его в своей жизни. И, на мой взгляд, восьмой псалом, он является особенно полезным для нас. Почему? Потому что именно в нем мы открываем для себя богословие Адама, предназначение и истинную ценность человека. Восьмой псалом – это песня «Восхваление Бога за его творение». И мы видим здесь не только восхищение сотворенным миром, но и радостное удивление тому, что Творец так высоко поставил человека, как бы сделав его своим представителем на земле. Только посмотрите на эти слова, которые говорит Давид. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Не правда ли вдохновляет? Когда я размышляю о глубинах океана или о бескрайних просторах космоса, и я сопоставляю человека со всем этим величием сотворенного мира, то действительно вот эти вот слова и приходят на ум. Что есть человек, что ты, Господи, помнишь его? Кто есть я, что ты посещаешь меня? Ты обращаешь внимание на меня? Ты заботишься обо мне? Для тебя важны мои обстоятельства, мои проблемы? Ты участвуешь в моей жизни? Ты занимаешься мной? Друзья, это просто невероятно. Но всю глубину этого псалма мы можем понять, когда начинаем изучать Новый Завет. Ведь по причине грехопадения первых людей, владычество человека в той форме, которую замыслил Бог, так и не осуществилось. И единственный человек, который в полной мере осуществил это предназначение человека, это Иисус Христос. Поэтому Новый Завет называет его вторым Адамом. Посредством своего воплощения, смерти за грехи человечества и последующей победы над грехом и смертью своим воскресением, Иисус восстановил владычество человека в этом мире. И Он готов восстанавливать это владычество в жизни любого человека, который приходит к Богу с покаянием в вере, прося спасающей благодати и прощения грехов. А теперь прочитайте сами 8-й псалом и поразмышляйте над тем, что Бог хочет сказать именно вам. Подумайте о том, как вы можете применить этот псалом. Напишите в комментарии здесь внизу свои мысли, свои откровения, которые Господь дает вам. И конечно же хорошо будет, если вы поделитесь с кем-то Словом Божьим. Потому что сегодня люди так сильно нуждаются в откровении от Бога. Божьи благословения! С вами был я, Александр Беляк. И пусть Божья благодать наполняет ваши жизни каждый день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!